Ви-ар-эс-си-ар Нет, да, да, точно Харлей Но он не совсем Верот, вернее Верот, но как бы ну не совсем Да, стрит-трот Нет, нет, не тот Не 750-ка Тот маленький совсем, а этот настоящий боец Ну вы гляньте в каталоге, да VR-эс-си-ар Вероника, Роман, Семен Да, Цапля, Роман Да, да, VR-эс-си-ар Записали? Ну вы пока посмотрите, я вам потом перезвоню, ладно? Ага Ну вот как людям про него объяснять Что ну вот он, ну вот, вот это вот, да Привет, это Road to Motion Сегодня у нас тут редкая птица Ну что ж, прошу любить и жаловать Харли Дэвидсон, стрит-рот Ну не тот, который маленький, а ну вот Ветвин, рейсинг, стрит, кастом Вот так расшифровывается единый для всех VR-одов аббревиатура Стрит-рейсинг Гоночный болид от Харли Вы себе представляете, 2001 год От Харли ждут какой-то очередной Fatboy или Road King А появляется вот такой Одного взгляда на аппарат достаточно, чтобы понять, что Харли Дэвидсон решили войти в новое тысячелетие с ноги У этого мотоцикла из того, что можно было ожидать Ну, наверное, только руль, два колеса и фара Все Остальное Бак А фиг там Здесь у него воздушный фильтр А бак под седлом А рама Вы когда-нибудь видели, какая рама оверрода? Вот гляньте Это вам не какая-нибудь классическая Харлиевская FL или FX Это рама больше похожа на раму от Спарта Типа джиксера Двигатель? Ну да, это тоже Ветвин Только ни о каких классических воздушках с развалом в 45 градусов речи здесь не идет Развал цилиндров в 60 градусов И водянкой Я уже не говорю, что мотор верховой Максимальной мощности достигает на 7 тысячах оборотов А красная зона на тахометре начинается вообще с 9 Кстати, давайте сразу послушаем, что он нам скажет Ну и где? Где Харлиевская потата? Никакой потаты Сплошная агрессия и драйв Ну и название мотору дали Революшин Революция Переворот Верот Верот привлек в ряды Харлиеводов новую аудиторию И стал самым продаваемым мотоциклом марки Правда, только за рубежом Консервативные американцы без потаты никуда Но революция, можно сказать, удалась У нас на канале есть видос про тот самый Верот Ксюха там все в красках расписала Вот посмотрите А тут у нас несколько другая история Дело в том, что парням из Милоки показалось Скандала с Веротом маловато Они подумали-подумали, чтобы еще такое сломать И, наконец, придумали Решили отказаться от классического крузерского силуэта Так в 2006 году появилось вот это На первый взгляд может показаться Что все инновации здесь закончились Переносом подножек спереди на середину Да не тут-то было Здесь на самом-то деле все по-другому Начиная от того, что ключ зажигания переехал отсюда Сюда Дорожный просвет теперь не 127 мм, а 170 Высота по седлу теперь не 648 мм А целых 787 Седло поменяло форму Это уже не круизерный ковш А почти скамейка Объем топливного бака увеличили на 5 литров Из-за этого, пусть немного, но пришлось переварить раму Двигатель сохранил свой объем 1131 кубический сантиметр Но его перенастроили И теперь он выдает не 115, а 120 лошадиных сил Которые появляются на 8,5 тысячах оборотов Говорят, что эти 5 лошадей сняли не с мотора За счет изменения выхлопной системы Какая разница? Модные, как у футбола, литые колесные диски Заменили на 10-спицевые облегченные Угол наклона вилки теперь не 34 градуса, а 30 И обратите внимание, это первый в истории ХД перевертыш И именно здесь впервые была примена тормозная система Brembo Ну и под спортивную посадку поменяли форму руля И изменили угол наклона комбинации приборов В результате нововведений Мотик набрал 8 килограмм массы И теперь весит 280 килограмм В общем, потрудились на славу К классической аббревиатуре VRSC добавили R Ростер, чтобы ну хоть как-то объяснить, что же такое у них получилось Вот смотрю я на все это великолепие и думаю А ведь Харли Дэвидсон выпускали именно версию от Ростер всего два года Почему? Что, плохие продажи? Ну, я думаю, что для ребят из Milwaukee Такой вариант был просчитываем и предсказуем на уровне идей Стоило ли так упираться, чтобы превратить обычный VROT в необычный? Что это за манифест? А вы знаете, мне кажется, разгадка кроется вот здесь Вот смотрите Вот страница Википедии, посвященная модели VROT Здесь написано, что изначально двигатель Revolution Был разработан в партнерстве с Porsche Engineering для совершенно другого мотоцикла Харли Дэвидсон VR1000 Литр спорт от Харли? А разве не для развития спорт направления ХД вкладывался в Бьюэл? Оказывается, нет В Бьюэл они вкладывались Но параллельно хотели и сами войти в высшую лигу мотоспорта А почему не получилось? Проект VR1000, задуманный еще в 1988 году Должен был выйти на трек в 1990 И говорят, что имел все шансы на оглушительный успех Но из-за бумажной волокиты внутри компании Увидел свет лишь в 1994 Когда безнадежно, по всем показателям, отстал от конкурентов Годы согласований, погубившие проект О, как это похоже на советский авто-мотопром А я-то думал, что мы одни такие на свете Амалогационная партия из 50 мотоциклов Адаптированных для дорог общего пользования Не пролезла в экологические стандарты США Будь они неладны И была адаптирована только для Польши Ну, хоть что-то Благодаря полякам мы хотя бы имеем возможность Лицезреть это чудо Проект ВР-1000 барахтался долго-долго И был окончательно закрыт Лишь в 2001 году, когда на свет, собственно, и появился ВРО Да, и этот суперуспешный мотоцикл Дитя жестокого провала И, между прочим, не единственного Ведь двигатель водяного охлаждения С развалом цилиндров 60 градусов Порш Инжиниринг совместно с Харли Разработали, внимание, аж в 1976 году Вот для этого мотоцикла Вот где провал, так провал Харли Дэвидсон Нова был готов к презентации В 1980 году Под проект была разработана линейка моторов В2, В4 И умопомрачительный В6 Рабочим объемом в полтора литра Развивавший мощность в 135 лошадиных сил Но тут на свет появилась та самая голда Успех Хонды был настолько оглушителем Что американцы просто побоялись выходить на рынок То есть японцы делили свои разработки фактически параллельно с ХД И неизвестно, как бы сегодня выглядело направление туринговых мотоциклов Если бы Харли тогда оказались первыми Но это еще не самая больная Дело в том, что помимо туринговой версии Для проекта Нова разрабатывался еще и Ростер Видите крышку бензобака на заднем крыле? Ага, у него фальшбак Следуя эстетическим соображениям главы компании Радиатор засунули под седло А воздух к нему подавался принудительно Через вот эти воздухозаборники Рама тоже далеко не классическая Здесь Харли впервые решились сделать двигатель Несущим элементом конструкции Теперь смотрите сюда А это система нулевой турсионной нагрузки Известная всем поклонникам марки Бьюэлл Это привет от Эрика Бьюэлла, который был одним из разработчиков проекта Нова Ну и вишенька на торте Глядя на Ростер проекта Нова Я все думал, кого он мне напоминает Ага, а ведь в Максу Ямахе появился лишь в 1985 Ну то есть если в классе Туринг Харли шли ноздря в ноздрю с Хонду То в классе Ростер Они бы вообще могли стать родоначальниками Но не стали Чего-то побоялись Однако теперь понятно Какой гештальт закрывали американцы Выпуская в свет вопреки здравому смыслу Вот этого красавца И у меня больше нет вопроса Почему он именно такой Ну что ж, я думаю, пора катнуть на этом удивительном мотоцикле А по дороге я подумаю Чего ж так бояться, ребята, из ФД Наблюдение первое Личное, эмоциональное Относящееся скорее не к этому мотоциклу А ко всему классу подобной техники Я уже давно не ездил по городу на мотоцикле В классическую посадку И разница даже не столько в расположении ног Хотя в этом тоже Но в первую очередь Это наклон корпуса вперед На круизере корпус мотоциклиста Расположен к перпендикулярной земле И при движении безветрозащиты На скоростях свыше 90 км в час Вы становитесь парусом В который приходит весь воздушный поток Вас начинает тупо сдувать Здесь же корпус наклонен вперед И вы лежите на плотном потоке воздуха Ощущение очень приятное Ладно, личные переживания в сторону Теперь и дело Ворвавшись в городской поток Этот парень не дал мне испытать Ни малейшего затруднения Или почувствовать дискомфорт Динамичные прострелы по прямой Или маневрирование на околонулевых скоростях Обгон, перекладка при смене направления Разгон торможения Все это делается интуитивно Без каких-либо усилий Подвеску я бы не назвал жесткой Хотя она плотно отрабатывает неровности дороги Уверенно сохраняя мод на заданном курсе Звук двигателя в движении Фактически не слышно Он сливается с ветром Я бы не сказал, что мод как-то особо провоцирует Зажигать на дороге Да, он может рвануть со срывом задней покрышки И ты это понимаешь с первой минуты Но в целом Это просто веселый, комфортный И очень стабильный городской мотоцикл Да И только в движении Понимаешь по-настоящему В чем главная фишка именно этого мотика Смотрите Ростер от Харли Вошел в нишу скоростных городских мотоциклов Где тогда правили бал настоящие звезды Типа тысячного монстра от Дукати Или Ямаха XGR 1300 Легкие, динамичные По-настоящему агрессивные Американец сохранил в себе Многие родовые круизерные черты И, например, тяжеловат По сравнению с конкурентами Однако ременной тип привода Придает ему небывалую в этом классе Плавность разгона А длинная колесная база И низкий центр тяжести Начинают играть роль естественного антивильня Что позволяет пилоту гораздо смелее Откручивать ручку газа Светофорных заездов В общем, улицы города Это его стихи И здесь он дух Ну нет Это, конечно, никакой не круизер Вы себе представляете? Харлей и не круизер Он скорее некер Я бы его сравнил, честно говоря, с Дукати Монхер Скажу честно После всех этих печальных историй Из которых Харли удалось выйти с победы Да еще с какой Мое отношение к Харле Дейтсон изменилось Они все-таки настоящие бойцы И умеют биться до конца Ну что же они все-таки боятся, что аж три раза упустили уникальную возможность выйти в лидеры мирового мотопрома? Вы знаете, я, кажется, нашел ответ Долгие годы мучительно и безнадежно руководство компании боится армию поклонников марки Да-да, они боятся именно вас, дорогие Харлееводы Боятся вас потерять Боятся, что вы осудите Не примете смелые эксперименты Да, безусловно ХД сами создали себе легенду о единственной неповторимом Тру мотоцикли из железа Сами заставили поверить в нее всю планету И сами же теперь от этого страдают Но, ребята, дайте им поверить в себя Не превращайте любовь к марке в мракобесие А консерватизм в септе И я уверен, Харли еще не раз покажут всему миру Что они умеют заглядывать в будущее И строить прекрасные мотоциклы А у меня на сегодня все Так что, потата-потата И не переключайтесь И дальше будет только интересно Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова